Вопрос следующий, или скажем, может быть, сегмент, небольшой такой. Мы не случайно рождаемся на Земле в определенный день, в определенное число, в определенное время и в конкретно взятой семье. Более того, семья у нас есть, так сказать, род, у нас есть поколение, у нас есть родители, у нас есть бабушки с дедушкой, у кого есть. У некоторых, кто рождается, есть и прабабушки с прадедушками и так далее. Какое влияние оказывает, мы сейчас говорим о каких-то способностях, может быть, или о каких-то проблемах, которые люди имеют. Вот это родовые какие-то, скажем, зависимости, есть и проклятия, как мы знаем. Как в этом во всем разобраться и насколько человек подвержен влиянию рода? И в какой степени, допустим, влияют на него родители, прародители, прапра и так далее? До какого поколения, к примеру? Ну, общепринято считается до седьмого поколения, потому что дальше мы свою историю не прослеживаем. А некоторые не знают дальше бабушек, дедушек, максимум про бабушки, прадедушки. Обычно у сегодняшнего среднестатистического жителя в России история заканчивается на советском периоде и дальше как бы что-то вырублено. Редко у кого сохранились, ну, как бы кто-то достает. Я считаю, что влияние родовое очень сильное. Человек рождается с кармической задачей в определенном роду. И он, помимо своей какой-то кармической задачи, он должен нести нагрузку, которая заложена в роду. Но тут идет путаница. В роду каком? По матери, по отцу. То есть, что заложено в род? Раньше какая-то была преемственность в поколении, сейчас у нас все куда-то девалось. И здесь уже каждый человек функционирует, как ему кажется. Сам по себе. Но, на самом деле, сегодняшнее поколение людей, кто стоит у власти, опять же, я это, кстати, повторяю, в Америке, кто пришел в Россию, это те же самые люди, которые реинкарнировались, которые жили, проживали в 1900-е годы в России и во всем мире. И сейчас эти же люди реинкарнировались, допустим, где-то в 70-е, 60-е годы в той или иной стране. И они несут ту нагрузку, которую, допустим, они были сделать должны в том промежутке своей жизни, в той реинкарнации. То, что они там не доделали, они сейчас пытаются, опять же, либо улучшить, либо ухудшить, смотря у кого какая задача. Обычно мы рождаемся в каком-то роду, чтобы что-то исправить, что мы не доделали там во взаимосвязи, допустим, с теми людьми, кто сейчас вокруг нас. Мы же не каждую реинкарнацию встречаемся с одними и теми же людьми. Мы же, опять же, в прошлой реинкарнации другой круг людей был, допустим. Как бы жизнь многогранная, и люди многогранные бывают. То есть мы не можем постоянно с одними и теми же пересекаться, да? Хотя бывают и такие случаи кармические, да? То есть идет какая-то отработка своего «я» за свой род, каждый человек отрабатывает. Ну, если взять сейчас позицию людей, кто чего-то добился, там, известности какой-то, то все их косяки видны на детях. То есть если, допустим, люди достигали какого-то результата, у них все было хорошо, они ничего не нарушали, они гармонично развивались, они там стали известны благодаря себе, а не благодаря там чужому дяде, да? То, по сути, и дети, рожденные там прям в любви, в браке, все идеально, да? В таких идеальных семьях обычно бывают и рода крепкие, то есть это как бы такой чистый род, там нету каких-то сильных негативов, потому что он крепок сам за себя, там хорошая составляющая родовая есть, потусторонняя, то есть там обычно предки держат, да, помогают. Вот если такое есть, то такие дети от таких семей, они плодотворно развиваются дальше, и только там, где какой-то уже негатив идет на детях, на внуках, они могут понести какой-то минус и внести в род какой-то минусовой вариант развития этого рода. Понятно. А, Лен, вот такой вопрос. Ну, то, что ты сейчас объяснила, все это понятно. А давай возьмем, скажем там, семью, в которой родились, ну, в которой есть двое и более детей. Существует такая шахматка, опять же, вот я как нумеролог и занимающийся там изучением ведических каких-то знаний, шахматка заключается в отчем. Примерно, примерно, еще раз, очень условно, 7-75% качеств берут дети от своих родителей, но, скажем, шахматка такая. Мама, сын, дочь. Папа, дочь, сын. То есть, у папы есть дочь, а у дочки есть сын. Вот такая шахматка. О чем идет речь? Речь идет о том, что если, скажем там, у детей родители как-то между собой, скажем, не ладили, какие-то у них были между собой проблемы, скажем, ну, будем говорить со стороны, к примеру, отца, то это означает, что у дочери вероятность того, что у нее будет проблема с ее отношением с мужчинами, процентов на 7-75 будет такие вещи. Это первая, так сказать, часть, с твоей точки зрения. А вторая часть моего вопроса заключается в отчем. Родились, к примеру, два мальчика в семье. Неважно, какая разница в возрасте, но вот родились в семье два мальчика. Это означает, что качества вроде бы по этой системе должны быть и у одного мальчика, и у другого мамины должны быть в целом. Но существуют нюансы, и какой-то из этих мальчиков имеет проблемы, какой-то из мальчиков не имеет проблемы. Или оба, допустим, не имеют проблемы, но один какой-то завоевался вместо под солнцем, а другой, к примеру, не завоевал. Вот ответьте, пожалуйста, на вот эти две части одного вопроса. Значит, насчет... Напомните первый, да? Нет, давай я уже на второй отвечу. Давай. Значит, насчет вот этих двух мальчиков. Каждый ребенок рожденный... Или две девочки, неважно. Ну да, неважно. Каждый ребенок рожденный все равно несет больше либо отцовскую позицию, либо материнского рода. То есть, как бы каждый ребенок несет на себе больше либо ту часть, либо эту. Почему иногда бывает, что вроде два мальчика, один похож на отца, а другой на мать. То есть, ну и характером, и внешностью мы сейчас про все говорим, да? Вот, то есть, как бы здесь существует принцип, опять же, что... Как зачинались эти дети, что испытывали родители друг к другу, насколько была частота этих отношений дальше, что как развитие они давали этим детям, соответственно, ну, частота позиции развития этих детей будет зависеть от вот этих двух родителей. Ну и насчет вот того, что ты еще перед этим сказал, напомни. Я сказал вот, что шахматка такая. То есть, качество мальчика зависит и жизни, и жизненного пути зависит от тех, скажем, от маминых качеств. А девочки от папиных. Ну, это тоже не всегда. Это если стереотипно родился, допустим, первый мальчик, вторая девочка, бывает, что мальчик, он идет, генетически больше берет род матери, и внешне даже похож, да? А девочка, допустим, генетически род отца, и внешне берет. Но я скажу, ошибочность этого мнения еще в чем? Бывает, что по большей мере первые двое детей, они еще берут очень сильно на себя то, что представляют из себя деды и бабушки. Хотим мы этого или нет, но я как бы и на своих детях это увидела, да? Там и у других тоже так же происходило. То есть, как ни странно, что первые два ребенка в семье, они всегда несут отголосок не отца и матери, само собой, но берут очень много у бабушек. То есть, опять же, тут важно, какая из бабушек или дедушки думали в момент зачатия этого ребенка, в плане не зачатия, а рождение, когда беременная женщина ходила, да? То есть, какие были отношения, кто больше сопереживал, допустим, кто там, ну, разные ситуации у семейных людей бывает, сам знаешь. То есть, здесь в комплексе все входит как бы как зерно в этого ребенка, и дети рождаются вот с этими всеми качествами, которые в них вложили все родственники, которые, допустим, сопричастны были по роду, да, к ребенку, который, ну, родился, да, и бывает, вот, как ты говоришь, а бывает абсолютно, что первый ребенок похож больше на отца, даже мальчик, а девочка больше на мать. Полностью как бы берет вот этот генетический фон семьи матери, то есть, именно рода матери, то есть, и таким образом два рода переплетаются, это как бы, и уже дальше идет, опять же, ну, сейчас у нас патриархальное общество, по мужчине все судится, а вообще-то, как бы, если посмотреть, то женщины тоже могут свой род иметь, да, там, ну, посмотреть по бабушкам, по дедушкам, там, что женщина может родоначальником быть своего рода вполне, да, там, то есть, поменять позиции просто, и все. Хорошо. Ну, проследить можно, да, кто из не родителей, а бабушки и дедушки оказывает влияние. Давай проэкспериментируем. Мы с тобой очень хорошо знакомы, провели много программ, общались и вне эфира. Ну, у меня была бабушка и дедушка, и на меня, с моей точки зрения, оказывало большее влияние это родители по маме, поскольку я с ними, так сказать, они меня, можно сказать, воспитывали в далеком детстве. Родители по отцу жили в другом городе, и поэтому я, ну, понятно, меньше с ними общался. Вот ситуация такая. С моей точки зрения, дедушка у меня был достаточно серьезный дед, вот, известный, может быть, можно сказать, такая личность, а вот бабушка была домохозяйка. Но, насколько я помню, меня очень и очень любила. Кто на меня оказал большее влияние, и я понимаю, что очень много, у каждого человека есть какие-то проблемы, которые идут по роду, естественно. Ну, к примеру, если взять за основу то, что мальчик – это мамин, тем более первый мальчик, да, это мамин, то, естественно, дальше идет шахматка дед. Мой дед, то есть ее мамы, моей отец. Вот насколько влияние… Ну, на тебя больше оказало внимание влияние, да, бабушка с дедушкой. Потому что, как бы, на тот момент, когда ты родился, у тебя мама была духовно не настолько сильна, чтобы, ну, как бы, тебя поднимать энергетически. У нее все-таки было, ну, не было столько сил, как бы, да, вот. И больше нагрузка легла на бабушку с дедушкой. То есть ты как бы ихний. И я даже думаю, что ментальность свою ты имеешь благодаря деду, с которого ты как бы скопировал все. Ну, так же точно и с бабушкой. То есть у тебя есть мягкость бабушки какая-то в чем-то, да, заботливость такая. В то же время жесткость деда, видение его. То есть ты как бы скопировал их полностью. А уже, допустим, папа-мама – это уже тебе вторично идет, как наложение. Ну, если взять, опять же, ты мою семью тоже знаешь, допустим, я знаю вот точно по себе, допустим, что у меня отец первый, он криминальный авторитет. В прошлом был, надеюсь, сейчас уже нет, но, может быть, и остался при делах. Но суть в том, что я очень много взяла от него, хотя он меня не воспитывал абсолютно. То есть у меня… и очень много я взяла от мамы, да. Но при этом воспитывал меня больше бабушка, и какие-то задатки бабушкины во мне тоже присутствуют. То есть я такой сплав получился. Но вот это вот генетическое понимание жизни по понятиям, оно тоже у меня присутствует, потому что как бы я имела все-таки контакт со своим отцом, общалась с ним. Вот. Мои же дети, получается, взяли, Родосвет взял все-таки больше по линии моего отца, то есть по линии своего деда Бориса, да, и по линии меня, да, то есть он взял больше, а потом уже по папе и по его роду казачьему, да. А сержина, она вообще очень ухитрилась, на нее оказали влияние, как ни странно, две бабушки. Бабушка Тамара, моя мама, да, она полностью копия ее вообще. Но в то же время она пошла в папин род, у нее какая-то вот такая фишка тоже есть и казачья. То есть вот дети как бы взяли и от нас со всеславом очень много, то есть… Я понял, я понял. Лен, ну, анализ, он анализ. Да, это просто анализ пока. Анализ, давай мы отойдем, скажем, от анализа. Я люблю больше, опять же, нас же слушают люди, ну, не многим интересно, будем мягко говоря, кто были мои бабушки с дедушками, вот, хотя дед действительно был известный. Наш анализ поможет людям проанализировать себя, не каждый захочет всем озвучивать себя. Разреши, я понимаю, разреши я задам вопрос все-таки, то есть, ну, вот ты сейчас назвала, я не хотел бы там такие вот криминальные авторитеты, вот это вот, это был там, это по понятиям, это все. Да, я уже давно, уже 25 лет, тут нет такого понятия, понятия, жить по понятиям и так далее. Значит, ну, если человек, скажем, вел неблаговидный образ жизни, переходит ли это тогда, получается, на детей, на внуков? Переходит. Переходит. Переходит, абсолютно переходит. И скажу сразу, чем занимался человек криминального склада, все отрабатывать могут дети, и даже, как бы, на них это отражается. Вот, я просто знаю, чем занимался мой отец, и финансовая часть у меня слабовата, это 100%. Мне достаточно сложно. Можно ли, я понял, можно ли каким-то образом устранить вот это вот воздействие, или убрать вот эту зависимость, кармическую, родовую зависимость, снять вот этот вот негатив? Или нет? Можно, можно, абсолютно можно, если ты в своем направлении соблюдаешь позиции чести, да, своего направления, как бы не делаешь никаких нарушений в том ключе, как это, допустим, делал какой-то родственник. То есть ни в коем случае здесь нельзя идти по принципу, как, допустим, работал родственник по своей жизни, да, будем так говорить, криминальной наклонностью, тут надо полностью от этого отходить, и в какой-то степени соблюдать честность, да, честность по отношению к своей работе, честность по отношению к своему заработку, по отношению к людям. То есть здесь должна быть высокая моральная составляющая. Это не всегда мы можем справиться с этими вещами, поскольку человек слаб, это мы знаем, и более того, даже если он сам мог бы справиться, присутствует такое понятие сглаза, порчи, негатива и так далее. Ну, это да, это уже дополняет картину в минусовом варианте, это да, это тоже надо снимать. Так вот, я же поэтому и говорю, то есть человек сам, зная эти все вещи или предполагая, не может справиться, он просто не умеет. Ну, тогда опять же снимается негатив, именно заложенный родаком каким-то, да, назовем это так. И человеку даются установки, по которым он дальше будет себя соблюдать, чтобы самому отработать этот вариант. Все равно нам приходится отрабатывать некие грехи родителей, да, самому отработать этот вариант и выйти в плюс в своей ситуации. Вот в чем важность. Хорошо, возвращаясь немножечко назад, опять тот же вопрос, родились однополые, скажем, дети родились, ну, девочки, мальчики. Один из них, из этих, скажем, девочек или мальчик, действительно очень успешно шел по жизни. Второй, ну, не получается. Я не говорю какие-то экстремальные ситуации, то есть человек скатился полностью там в яму, хотя и это бывает. А чего это зависит? Ну, во-первых, зависит от многого, то есть от отношения родителей, прежде всего, в момент зачатия обоих детей. То есть, допустим, возьмем картину, что первого ребенка рождали в любви, а второй ребенок уже там лет через семь, допустим, или десять родился. Случайно. Да, случайно, потому что нужна была квартира, вот если много, в Советском Союзе выдавали квартиры. Ну, или всякое бывает, случайно, да. Да, там, случайность, элемент случайности, то есть он нежеланный, по сути. И вот на него уже нет столько сил, как на первого, допустим. И в итоге получается, что второй ребенок, а то и третий, они несут нагрузку вот этой вот негативной позиции рождения. И, по сути, они ни к чемушные, то есть они, как бы, в них столько не вложено, как в первого ребенка, да. Они не выпистываны, в них не заложены какие-то понятия, для чего они вообще живут. И в итоге, как бы, помимо этого существует сглаз, порча, привороты и всякий другой негатив, и родовой, да. И, помимо этого, бывает, что на втором ребенке, или на третьем, или на десятом, у людей, как бы, весь негатив рода перекачивает вот в этого десятого, я не знаю, ребенка, да. И этот десятый ребенок несет наказание всего рода. Бывают и такие случаи. Как бы, или бывает, что на третьего ребенка в семье падает негатив, который шел на семью, там лезла женщина, допустим, привораживал мужчину, и этот третий ребенок, он является, как бы, пограничным. То есть здесь, как бы, либо он станет супергениальным, либо станет супермерзавцем. И здесь очень важно родительнице, именно матери, потому что, ну, в данном случае обычно мужчин привораживают, да, по большей мере. Вот, взять себя в руки, и, во-первых, не нужно никогда, кстати, проклинать своих детей, говорить, что они похожи, там, на такого отца-гуляку. Не надо связывать минусовые качества отца со своими детьми ни в коем случае, иначе это и вырастет, как говорится. То, что мы ментально, духовно и своим поведением, и повадками вкладываем в детей, то они и будут, как говорится, дети лепятся нами же. Поэтому здесь, конечно, ребенка надо менять, менять в лучшую сторону, но это, опять же, осознанный подход. Бессознательно мы просто видим картину, что дети растут, как трава во многих странах, и что впитали, то и есть. Что там мудро кто-то сказал, если у человечка зацепилась, если сущность все-таки сильная, то более-менее на этом сказанном она зацепится и вылезет, и станет личностью. А если нет, то это просто человек проживет в никуда и как бы сгинет, по сути. Так, все-таки, ну, по некоторым, скажем, концепциям, бабушки с дедушкой оказывают большее влияние на детей, на своих внуков, чем даже родителей. Более того, они, получается, даже больше любят своих внуков, чем своих детей. Правильно, это происходит, потому что на свои дети, когда они были молодые, у них была занятость, да, и они как бы обычно, вот когда мы рождаем там детей, мы не замечаем, как они росли и что, потому что мы все в бегах, молодые, да, мы сами там еще дети недавние. И когда уже человек все-таки взрослый, получает в руки внуков, да, то здесь существует принцип более бережного, наверное, отношения. Я сейчас, опять же, не обо всех говорю, очень многие, наоборот, да, вообще к внукам не подходят или внучкам. То есть, я сейчас говорю, средняя составляющая, как должно быть, да. И очень многие, опять же, вкладывают себя уже более опытного в свое продолжение, но уже во внуков, да. И здесь, как бы, да, больше любви, больше вклада, больше понимания. Все ошибки, которые мы делали на детях, мы на внуках пытаемся исправить. То есть, это такая вот, такие черстовики, я бы сказала, для нас, для родителей. Лен, скажи, пожалуйста, есть ли смысл, ну, бывает, нам кажется такое, что наши близкие, которых уже нету, которые уже ушли, ну, в частности, бабушки с дедушкой, нам кажется, что вот в какой-то момент мы начинаем вспоминать, вот какая была, в основном бабушка вспоминает почему-то, вот, какая была бабушка. Есть ли смысл с ними как-то вот так вот связываться, все-таки уже же нету их давно, может быть, они уже инкарнировались, я надеюсь. Нет, нету их предметно. Каждый, по сути, да, каждая бабушка и дедушка, вот, в частности, у меня также и у других тоже сущности зависают рядом. И, кстати, бывает, что идут на связь с внуком или внучкой через сны, через сны. Бывает, что просто реально астрально приходят, и вдруг просыпаешься, видишь, сидит на кровати там бабушка или дедушка, да. Бывает, ходят по квартире, то есть, и ты вдруг понимаешь, что они за что-то волнуются. То есть, здесь идет связь сознания внуков, допустим, или детей со своими родителями или, ну, дедушками, бабушками. Особенно, если, допустим, бабушка вырастила внука-внучку, соответственно, или дедушка, да, и у них это все помнится. Соответственно, их души частями, там даже если где-то все-таки произошла реинкарнация, хотя это не всегда, в основе своей недлительное время зависают, как проводники своего рода, поддерживая потомков своих, да, то есть внуков, правнуков. И бывает, что какое-то вот влияние оказывает на судьбу, да, бывает, что у многих, вот я просто разговаривала с людьми, очень многие рассказывают сны, где бабушка о чем-то предупреждает. В частности, у меня вот недавно такой сон был, да, бывают сны, где бабушка что-то рекомендует или дедушка, да. Ну, то есть это все, связь сохраняется, это не важно, что люди не видят предмет на своих предков. Мы можем сохранять связь со своим предком вплоть до шестого-седьмого колена, а то, извините, вообще неизвестно, какой старик будет к вам приходить астрально, а потом ты вдруг поймешь, что это был какой-то твой прадед в десятом колене, потому что вдруг тебе придет информация, он тебе об этом скажет. То есть здесь завязка самого умершего родственника с тем родом, который он соблюдает, держит, и он как бы охраняет этот род от всяческого воздействия, и он встречается астрально или через сны со своими внуками, правнуками и прочим родственниками, да, вот если еще про правнуков взять, приходит во сны, он как бы направляет их. Вот это и есть связь рода, почему в славянской традиции родноверов, да, там был алтарь, вообще алтарь предков, да, то есть, кстати, у индейцев, по-моему, это распространено было, то есть где выходили всегда на связь с предками, которые помогали, наставляли на путь истинный и подсказывали что-то, да. В христианской традиции этого нет, ну, в мусульманской, я так понимаю, тоже этого нет, в буддистской тоже немножечко есть какие-то такие традиции, как раз вот там тоже, по-моему, связь с предками сохраняется обязательно. То есть, я считаю, что, конечно, это есть, и здесь это как видение ауры на научном пути, на научных приборах уже доказано все равно, просто есть люди, которые не хотят этого видеть, есть люди, которые оторваны от своего рода, которые вообще живут в никуда сейчас, и современная жизнь, которая у нас идет через СМИ, да, через телевидение, она воспитывает в людях такой индивидуализм, где они как бы сами по себе, особенно это в 17-18-20 лет начинается, мало того, родители обычно не разговаривают со своими детьми, элемент общения, он отсутствует в семьях во многом, и отсюда получаются пробои, и каждый сам выбирается в своей жизни, у многих вообще советчик – это «Привет, Гугл, как мне жить дальше», да, чего греха таить, вот это, если посмотреть, что в Гугле спрашивают, то иногда волосы становятся дыбом. То есть, по сути, получается, что самая главная составляющая – это разговор в семье с детьми, то есть так, как они преемники следующие, да, как поколение, он отсутствует. Я считаю, что такие традиции, как общение, разговоры и дружеские отношения с детьми надо всегда иметь в семье, всегда надо понять ребенка, даже если там косяк какой-то сложный бывает у людей, нежели родители начинают, ну, очень жестоко поступать там, потому что человечек пошел против их воли в чем-то. Здесь нужно всегда понимать, потому что это ваше продолжение, и вы должны именно понять, почему ребенок так поступил, потому что дети – это не мы, они будут думать по-другому, понимаете, и вы всегда должны понимать, что свое мышление вы им не навяжете. Они не будут такие, как мы, а мы не будем такие, как наши бабушки и дедушки в 40-х годах, мы другие, так же, как и наши дети. И здесь нужно подходить с нашим подходом опыта, но при этом не давить своим стереотипам развития, не лепить из детей себе подобие, а позволить им совершенствоваться и стать самими собой, но с нашим, как это сказать, энергетическим посылом. Поэтому я всех родителей призываю к разговору с детьми, к общению, к общему времяпрепривождению. Начните читать вместе Гарри Поттера, прекрасная книга. Начните читать, играть в шахматы, в домино, можно в покер, да, у кого какие хобби. Можно играть в футбол, можно играть в хоккей. У нас в России сейчас очень многие со своими детьми выходят на лед, на коньки, играют в хоккей, ходят на танцы. У нас сейчас очень многие молодые родители, это поколение 80-х, в плюс работает в общении со своими детьми, со своими семьями. Даже поколение 70-х не отстает, вот, и какие-то общие досуги имеет. Поэтому я советую всегда находить общий контакт со своими детьми, потому что это продолжение вас, что вы вложите, то вы и получите. Понятно. Хорошо. Я искренне рад, что тенденция общения родителей с детьми продолжает развиваться. О том, что то, что вот ты сейчас сказала, выходят родители с детьми на лед. У нас не выходят на лед, у нас есть там где-то каток, где-то есть катки, но у нас родители все заняты, к сожалению. Нет, у нас тоже все заняты, у нас абсолютно такая же занятая сейчас, как в Америке у людей. Просто у нас выбираются на выходные, у нас ходят в лес, у нас собирают грибы. Это здорово, это здорово. Коньки, лыжи, санки, на горках, очень много сейчас действительно родителей, которые занимаются своими детьми на выходных, стараются уделять им время. Да, дорогие друзья, наше время в эфире уже давно должно было закончиться, но была очень интересная у нас сегодня передача, мне кажется, и была очень интересная тема, которую мы затрагивали. Ну, вот такие вот три, так сказать, главные сегмента. Попробуем сделать, чтобы их, так скажем, разложить и акценты озвучить в наших записях. Лен, большое спасибо, это действительно было очень интересно. Дорогие друзья, обращаясь к нашим уважаемым радиослушателям, напоминаю, мы беседуем с парапсихологом, экстрасенсом, сястновидящей Еленой Порецкой. И если кто-то желает задать вопрос Елене, пожалуйста, вы сможете ее найти очень легко. Ну, если кто-то хочет задать вопрос с Центра Сангейтс, конкретно мне, меня зовут Майкл Мелехов, я руководитель Центра и Сангейтс Радио, то точно так же, пожалуйста, вы можете это сделать, Сангейтс 1.08, или оставьте комментарий, замечания, предложения на Ютубе, где программа в скором будущем появится, и, возможно, даже в трех частях. Хорошо, Лен, еще раз, всего доброго, хороших выходных. Не знаю, бывают ли у вас, у экстрасенсов, выходные. Ну, у меня они скользящие все выходные. Помощи, да. Но, тем не менее, для тех, кто нас слушает, и вообще для тех, кто будут нас слушать, вам действительно, дорогие друзья, хороших выходных. Всего доброго, всего хорошего, и до новых встреч. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok